Ваше мнение В принципе, наверное, Гвардиоли как тренеру заслуженному, который в Барселоне выиграл столько титулов, что Бавария за столько лет, наверное, не выиграет подряд, как они. Поэтому я думаю, что вот это давление, которое идет на него, это очень хороший для него стимул, потому что иначе его работа, она не будет видна. И вот именно вот это давление, которое было связано с этим матчем вчера, вот и показало, насколько команда готова за этого тренера играть в футбол. Это очень был показательный, ну, этот матч и настрой. Поэтому даже если Гвардиолу, ну, допустим, не выиграет там Лигу Чемпионов, все равно ту работу, которую он проделал в Баварии, она намного отличалась от других предшественников, которые работали с ней. Я думаю, что они, в принципе, выйдут в финал и будут биться там, думаю, с Реалом, например. Ну, а Атлетику и Реал сыграли на Висенте Календарон 0-0. Я напомню, что у Реала сегодня не сыграют Бензема, не сыграют Модрич, не сыграют Гаррет Белл и Марселло. В общем, потери достаточно серьезные. Это, конечно, не шесть человек, а снова, как у Баварии было вот в преддверии первого матча против Порту. Но, тем не менее, ваш прогноз, все-таки Атлетика в этом сезоне семь матчей против Реала сыграла и ни разу не проиграла. Ну, безусловно, Лига Чемпионов это немножко другой, наверное, турнир, которым, как ни странно, не везет Атлетика Мадрид выиграть у Реала. Хоть они в чемпионате и в кубках там достаточно часто, их выбивают и выиграют. В национальном кубке. Да. А вот именно в Лиге Чемпионов никак не удается выиграть, вернее, у Реала. И тому подтверждение финал этих команд, которые мы смотрели все. И на последней минуте Рамос забил гол красивый. Поэтому вот это, скажем так, негативные вот это моменты, когда Атлетика проиграет важных матчей с Реалом, то это сказывается для них. Тем, кто не играет, конечно, безусловно, это очень серьезные потери для Реала. Но, тем не менее, есть кому заменить. Это же все-таки суперклуб. И там любой игрок супер игрок. Поэтому, кто бы ни играл, все равно достойно будет выглядеть. Даже вот с учетом этих потерь, я вас правильно понимаю, что Реал сделает ставку на активное начало и будет играть первым номером. Атлетика сделает ставку, наоборот, на контратаки, стандарты. А по-другому никак Атлетика. Ведь 0-0 это преимущество для них в какой-то степени. Если они забивают один гол, то это уже два надо Реала забивать. А Реал сосредоточится, естественно, на атакующих действиях. Понятно, что не дадут шансу Атлетико, потому что они понимают, что Атлетико их здорово может играть и в контратаки, да. И, соответственно, провалившись в эпизодах, потеряв концентрацию, Атлетико может забить, потому что есть кому забивать. Поэтому, безусловно, игра Реала будет поставлена на атаку, на быстрый гол, который даст им возможность продлить. И думаю, что да, вторым номером будет играть Атлетико Мадрец.